Вспомнишь, как бы, вспомнишь добро, вот и оно. Спасибо, Тирам, большое задано. Ага. То есть у гитариста звук вообще какая-то жесть. Но басист такой, ну ладно, хорошо, раз ты там в низах какую-то, ну типа нет низов, сейчас типа басом мы их просто перегруженным забьем. И в сумме оно будет работать. Ну и работает, когда и работало. И барабаны хорошие. Если по отдельности эту гитару слушать, это ужас. Абди, это Соник Юв. Не бать. Ну, кстати, весьма неплохо... Они очень хорошо понимают оригинал этой песни, чтобы так его сделать. Я даже сперва не понял, что это, блядь, не гип-поп сам, охренеть, невнимательно посмотрел. Ну я бы только девочку все-таки оффнул. И это, господа, мужская, так сказать, музыка для голых мужиков в трусах. Там не очень подходит туда верещание. Гачи мучи кор. Опять же, вот эта песня интересна с точки зрения того... Вот они играют по кругу три аккорда, которые еще не сказать, что как-то очень прикольно звучат. Но как оно звучит все равно, почему оно работает? Ну, ладно. Ты и так прикольнее, да. Всё, и там уже насрать, как бы она в ноты попадает, не попадает. Спасибо большое, SpaceHip, мое почтение. Тебе вот должно будет очень понравиться то, что Даксон Каден закидал сегодня. В общем-то да, нет, тут все жестко угорают, типа говняковые. Просто из-за того, что гитара с басом звук прикольный, и барабанщик играет супер ровно, супер хорошо, и отдувается за всю группу там на заднем плане. Вот как бы оно в итоге клево. Ну, и а челам остается просто клево... клево потанцевать, не знаю, классно выглядит. Ничего, главное, что в сумме оно клево. Это можно даже и не смотреть, это просто... Звучит хорошо. Так, как нужно для этого жанра. Для этой песни. Да. Этот ужас выверен. Я вот примерно людей, которые, скажем, не видят разницу между, скажем, плохой панкухой и хорошей, если это нормис, то это можно воспринимать, как вот, если ты, допустим, блюдо из лягушек какое-то увидишь во Вьетнаме или еще где-то, то ты скажешь, тебе и то, и то будет одинаково противно. То есть ты даже не поймешь, что лучше. Для тебя и то, и то хрень какая-то. Но вообще между, там, хорошо приготовленными какими-нибудь, там, лягушачьими лапками и плохо приготовленными разница есть. Точно так же, как и хорошо сделанная панкуха, грамотно, характерная для, там, нужного, не знаю, вот... Грамотно подчеркнуть нужную эмоцию, эффект и так далее. Это искусство целое отдельное. А сделать оптокиш, это... У тех хоть мел... Ну, как говорится, вот, в принципе, мы услышали мнение Нормиса, блин. Короли шут лучше, там хоть была мелодия. Мелодия, ну, послушай Киркорова тогда просто, и все. То есть спору нет, как бы... Там Шуфутинского. Там тоже мелодия, знаешь, какая вообще замечательная. Средительница, да, как бы просто стыдную антибазу в этой... К сожалению. Но, все же, вот да, спасибо за, так сказать, оппозиционное мнение. Ты бы пояснил, что хорошего? Я и пояснял всю дорогу, всю реакцию объяснял. Что оно все соответствует тому, как это просто должно быть в этом жанре. Здесь эмоции, которые заложены в вокал, при том, что оно, типа, не совпадает, там, не попадает в эти ноты. Но эмоции сделаны правильно, это не кривляние, а это именно, ну, выверенный пиздец. То есть это звучит, как лютая жуть, но на самом деле здесь абсолютно все инструменты делают ровно то, что нужно было бы для того, чтобы... Опять же, послушай оригинал этой песни, не лайв-версию, потому что в лайв-версии, понятно, ты как бы слышишь кашу и не можешь... Ну, типа, если ты оцениваешь в сумме, как звучит просто фонограмма, а не вместе с, там, этим... Внутри этого звука слушаешь партии, как сделано, как исполнено, то, конечно, для тебя, как бы, студийка Король и Шут будет звучать лучше, чем, блядь, лайв-кавер Sonic Youth, записанный на микроволновку в 87-м году. Но если слышать не само качество, а, скорее, качество исполнения, то, как бы, ну... То уже все, как бы, становится очень смешно. То есть это... Вот оригинал, ищи давай, допустим, какой-нибудь кусок. Блядь, хотя-то, не знаю, оно заблочит или нет. То есть оно вот... Здесь такая, типа, супер-говнистая гитара, в которой почти нет тона. Здесь довольно, да, типа, немелодичный сам риф. Слушать то, с какой эмоцией, с какой интонацией... С каким, я не знаю... С характером звука, характером, там... Как это просто все в сумме работает? Ну, в принципе, может, и нечего слушать. Это просто надо, как бы... Может быть, просто чувствовать как-то, я не знаю. Но... Мне кажется, было бы желание, можно, типа, в это все углубиться, начать это тоже слышать, чувствовать. То есть оно, может быть, тебе, в принципе, не нравится как явление, на твой вкус, такая музыка. Но тут вопрос, надо ли тебе при этом понимать, что в ней хорошего, на самом деле. Может, оно тебе и не надо. Вот, но... Ну, как бы, и все, и что? Спасность от куки, храните металл. Спасибо большое. Ну, и что? Рад стараться. Спасибо большое. Продолжение следует...